Шалом, здравствуйте! Сегодня мы начнем заниматься законами, связанными с праздником Песах. Уже задолго до Песах во всех еврейских домах начинается подготовка к нему. Убирают дома, тщательно вычищают их от хамец, выпекают мацу, кочеруют посуду. Очень важной частью подготовки является изучение законов Песах. В наших книгах написано, что месяц до начала праздника, сразу же после Пурим, начинают изучение, повторение его законов. Есть масса деталей, аллогических, которые необходимо помнить в канун этого праздника. И нашей целью является краткое ознакомление и повторение законов, которые наиболее касаются нас на практике. Есть традиция, которая называется Кимха де Писха. Это переводится с армейского языка Кемах, это мука на Песах. Во всех еврейских общинах, сразу же после Пурим, начинают собирать деньги, которые предназначены для неимущих, чтобы помочь бедным евреям подготовиться к Песах. Есть на то две причины. Во-первых, есть масса затрат, которые связаны с Песах. Это затраты, связанные с выпечкой мацы, вино, подготовка к празднику, все необходимое на семь дней праздника. Есть на то также другая причина, что Песах это время исхода евреев из Египта. То есть, в этот период мы вышли из рабства к свободе. И поэтому каждый еврей должен почувствовать себя в Песах свободным человеком. Поэтому важно, чтобы каждый выделил какую-то сумму в меру своих возможностей, чтобы помочь нашим неимущим братьям почувствовать себя свободными людьми в этот праздник. По закону Талмуда нельзя кушать мацу в канун Песах. То есть, с 14-го Несана, день до Песах, нельзя кушать мацу. Дело в том, что, исполняя заповедь в Песах, употребление мацы 15-го Несана, в Лель-Седар, это должно быть заметно, что мы делаем это ради заповеди. Поэтому день до этого есть митцва удержаться от употребления мацы. Есть традиция не кушать мацу 15 дней до начала Песах. То есть, начиная с рожхода с Несан, с начала месяца Несан, не кушают мацу во всех ревейских домах. Но так как это только традиция, поэтому в некоторых ситуациях употребление мацы разрешено. Так скажем, детям можно кушать мацу. И, скажем, даже если есть острая необходимость взрослому человеку кушать мацу, это тоже можно. Это может быть, например, в такой ситуации, если он не имеет возможности сделать шаббат, благословение на Лехе Мишне, на два хлеба, тогда можно сделать благословение на две целых мацы. Это то, что касается маца в канун Песах. Сейчас мы приступим к изучению законов, связанных непосредственно с уборкой дома, с подготовкой квартиры к Песах и с очищением квартиры от хамец. И прежде несколько основных правил, связанных с этой уборкой. Важно знать, что подготовка к Песах несколько поколений назад, она выглядела совсем иначе. Все евреи делились на две основные категории. Были люди состоятельные. И у них, как правило, было достаточно много имущества, несколько квартир, комнат и достаточно много вещей. Но, с другой стороны, было много прислуги, которая им помогала. Так что для них это не было трудоемким занятием. Вторая категория – это были люди неимущие. У них не было помощников. Но, с другой стороны, имущество их, как правило, составляло, может быть, несколько полупустых шкафов и одна комнатка. И для них это тоже не было трудоемким. Мы пляшем на двух свадьбах. С одной стороны, даже не очень богатые люди в наше время имеют достаточно много имущества, несколько полных шкафов вещей. С другой стороны, не у всех есть средства для того, чтобы нанять помощников, для того, чтобы могли подготовиться к Песах и убрать квартиру от Хамец. И поэтому задолго до Песах еврейские хозяйки нервничают и не знают, как они справятся со всем объемом работы. Поэтому очень важно знать, что нас обязывает Аллахач, что нас обязывает закон делать и что нас закон не обязывает. Важно знать, что нет никакой заповеди перед Песах, заниматься побелкой, красить квартиру, ее убирать. Единственная цель, которую мы преследуем, это очистить дом от Хамец. Поэтому те помещения, куда Хамец принципиально не заносится, нет никакой обязанности убирать. Это во-первых. Во-вторых, нужно знать, что не все является Хамец. Если, скажем, есть Хамец, который уже негоден к употреблению, и даже собака и кошки не будут употреблять, это вообще не называется Хамец. А Хамец, который человек не может употреблять, так скажем, это могут быть крошки на полу, которые уже испорчены от моющих средств. Их также нет никакой обязанности убирать. Я говорю о крошках, которые меньше кизаят, то есть небольших кусочков хлеба. Те помещения, которые не используются для Хамец. Но есть возможность, что Хамец сюда будет занесен, как, скажем, другие комнаты. Это могут быть нижние полки шкафов, которые находятся в пределах досягаемости детей. Это автомобиль или чуланы, куда также может Хамец проникнуть. Или те части квартиры, куда хозяин или хозяйка могут зайти с печеньем в руках и случайно оставить. Все эти комнаты, да, требуют проверки. Время, которому битсу установили Абдикат Хамец, это 14-го Несана. Ночь в канун Песах. Во всех домах начинают Абдикат Хамец со свечой в руке. Об этом мы будем говорить позже. Но, как правило, одной ночи недостаточно для того, чтобы подготовить всю квартиру к Песах. Поэтому важно заведомо подготовить все комнаты и почистить шкафы так, чтобы в ночь, в канун Песаха, уже завершить подготовку. Те комнаты, которые были убраны до этого, и хозяева квартиры следили за тем, чтобы туда Хамец не заносился, их уже нет обязанности проверять в ночь, в канун Песаха. И это то, что мы советуем каждому максимально подготовить квартиру. Некоторые комнаты могут быть полностью закрыты, так, чтобы в канун Песах максимально сократить работу, чтобы человек смог встретить Песах в хорошем расположении духа, отдохнувшим, и выполнить все заповеди, которые связаны с Алильседер, как следует. На следующем занятии в Изра Дашем мы детально разберем все, что касается уборки, подготовки.